Всем привет, друзья, с вами Бурбон, и это третья часть в тюрьме строгого режима. И сегодня я хотел бы рассказать про заработок в тюрьме строгого режима, плюс показать все квесты, которые есть, и, соответственно, пройти. Я только что получил Payday, и моя зарплата на третьем ранге составляет 195 тысяч. Она немного стала повыше, до этого было где-то 180, плюс она очень хорошая была в майские праздники. Итак, давайте изначально я возьму все квесты, и обо всем постепенно расскажу. Квестов, по сути, четыре, потому что военный билет, например, у меня он уже есть. Я не знаю, будет ли он совмещаться, если я получу его еще раз, но для этого делать совершенно ничего не нужно, а просто получить 15 Payday, и военный билет будет. Также, сколько суммарно можно получить с этих квестов каждодневно? И мы получим 1 ларец премии, 6 АЗ-шек, 6 Экспишек и 60 тысяч бачей. Это не так уж и много, и поэтому как способ фарма это вряд ли можно воспринимать, но здесь есть контент, который гражданским недоступен. И давайте начнем с выполнения заданий. У нас есть каргабоб, и нам нужно доставить заказы. Он не загружен, через команду Карм отправиться на завод, загрузить вертолет, и потом разгрузить в армию ЛС, СФ, или же в тюрьму строгого назначения. Единственным минусом является то, что мы не можем проверить, насколько загружен склад в той или иной армию. У меня было такое, что я прилетаю загруженный, начинаю разгружать, а склад полный. Но я надеюсь, что сейчас такого не будет. И вот 2 комментария, которые получают по 100 рублей доната на любом сервере Аризоны. Если ты хочешь так же, то просто поставь лайк и напиши любой комментарий. Нам нужно сделать 5 доставок, и мы за них получим 20 тысяч бачей, 2 АЗ монеты и 3 ХПшки. Мы подметаем к этой метке, загружаем наш вертолет. И самое ближайшее это тюрьма строгого режима, поэтому я сначала отправлюсь туда. Если не будет там, то ВСФ. Также здесь неплохая точка посадки. И давайте проверим. Тюрьма строгого режима. Склад тюрьмы переполнен. Но вот про это я и говорил, что очень доставляет сложности. Также я хотел бы рассказать про нашу семью. Она очень хорошо развивается. Уже 27 лэбл, они 34 человека. Уже прокачано ряд улучшений. И также не забывайте выводить ник при регистрации Джон Бурбон. Также промокод и хэштег Бурбон. Все подробности есть в описании. Склад армии тоже переполнен. И вот это вот уже очень неприятно. Потому что если в ЛС мы также не сможем разгрузиться, то пока что невозможно выполнить данный квест. Самое сложное пролететь центральный рынок, где FPS был 30. И вот в ЛС самый неприятный порт, потому что там уже стоит каргабоб. А у меня навык вождения этим аппаратом, он не особо высокий. И поэтому сейчас придает... Ну да, в принципе, да. Этого можно было ждать. Тогда ладно, к этому квесту вернемся попозже. Сейчас перейдем к другому способу доставки, наземному. Из плюсов здесь мы сразу можем посмотреть, сколько заполненности склада имеется где. Поэтому сначала мы едем на загрузку. Мы берем ящик с патронами и кладем его в фургон. На полиции ЛВ еще меньше склад, поэтому мы поедем туда. И тут есть ряд небольших плюсов. Например, мы получим 20 тысяч за разгрузку фургона. И более интересное, это пропуск в тир. А тир нужен для того, чтобы прокачивать скиллы. Из минусов это довольно-таки долго. И я помню, когда я этим занимался один, то есть без конвоя. На меня он ругался один из начальников тюрьмы, потому что так делать нельзя. Давайте мы забираем ящики и кладем их на склад. И получая за каждый по 4 тысячи. Мы получили 20к и пропуск в тир больше 5 минут уходит на одну такую доставку. И говоря про оплату за этот квест, мы получим 14 тысяч бачей, 2 азе монеты и 2 экспишки. Мне кажется, что очень маленькая награда, потому что действия это довольно-таки рутинные. И если выполнять их каждый день, то через работу ты сможешь получить намного больше. Поэтому мне кажется, что было бы действительно очень клево уравнять их в цене, где ты тоже получал бы хорошие деньги, находясь во фракции и занимаясь таким вот полезным делом, помогая другим госорганизациям. По итогу из плюсов, это вот действительно необычный контент, но только в первые несколько раз. А потом ты уже привык к этому и делать это не так интересно. Поэтому здесь, мне кажется, что весомой наградой может быть только хорошая оплата. Ну и еще то, что я придумал, это продавать через трейд своим коллегам, которые не хотят развозить эти товары, пропуски в тир. Для разнообразия в дороге я решил отправиться в областную полицию. Если на основе квестов заключать о том, что из себя представляет тюрьма строгого режима, то это действительно нечто среднее между полицией и армией. Наша фракция участвует и в порту против гетовцев, она и доставляет патроны различными путями, и охраняет территорию внутри тюрьмы. Также есть дубинка. Ай, вот, я про это забыл, вот. Это еще, кстати, да, неплохая такая награда. То есть, за развозку трех фур мы получаем еще 12 АЗШ. И также за доставку на каргабобе нам платят даже больше. То есть 21 АЗШ можно получать каждый день. А мне вот интересно, не будет ли это работать? То, что я здесь взял, загрузил и сюда же разгружу. И я записал ту сумму, которая была на складе, но здесь мне не дают награды, поэтому, скорее всего, это работать не будет. Но окей, вот я разгрузил 5 и ничего. Да, эта система была продумана, поэтому так делать не получится. Мы выполнили задание Джошуа. И данный квест я бы не советовал к выполнению, потому что он слишком муторный, долгий, из-за него мало что платят. И сам процесс, который происходит, сначала действительно интересно, ты катаешься на фуре, а потом ты к этому привыкаешь, и это кажется супер однообразным. Поэтому его интересно брать, когда лидеры проводят РП-доставку, то есть там собирается конвой, несколько машин, и там вот интересно просто из-за эпичности. Вы несколько фур, несколько хаммеров, много людей, кто-нибудь обязательно врезается, переворачивается, кого-то кикает. Это забавно, это интересно, и на всякий случай-то действительно можно взять его. И у меня на это ушло минут 35-50. Следующее задание намного проще, хотя и награды за него меньше. Нам просто нужно сделать 30 ящиков на заводе оружия. И здесь идентичная работа, как на заводе, только мы будем делать оружие для нашей организации. Да и награда здесь поприятнее, мы заработаем 30 тысяч, и еще за что-то получил АЗ-шку. А, по логу понятно, собрать 30 деталей на заводе, то даже одна АЗ-монета. Из таких вот мелочей, как бы, заработок состоит, и он вроде-то не особо большой, и вот мы выполнены квестик. На это нам потребовалось 10 минут, но это уже поприятнее. Хотя работа здесь монотонная, ну вот, посмотрите, сколько здесь вот малозаметных плюшек. За работу, в рабочее время в вашей организации, вы получаете прибавку к зарплате 12 тысяч бачей. Также, кстати, мне почему-то дали 60 тысяч, по какой-то причине сумма умножилась на 2. И также последний квест, который вот еще не был показан, это стоять на посту. Нам ничего не нужно делать, просто занять пост и прождать нужное количество времени. Тут тоже есть награда, и вот я говорю, здесь очень клево, что реализовано супер много всяких систем. То есть, ну, мы получаем вот здесь одна АЗ-шка, клево. Вот здесь мы сейчас будем получать по 300 бачей каждую минуту. Это супермало, но здесь нам даже делать ничего не нужно. Если мы выполняем данный квест ближе к вечеру, то мы становимся на пост, и как-либо контактируем с заключенными, потому что если мы отходим на какую-то дистанцию, то пост все равно держится за нами. Ну и также, если что, в это время можно куда-то отойти, чем-то с вами позаниматься. Кстати, 300 бачей нам капнуло. И теперь мы можем получать награды. Получается, мы выполнили все, кроме быстрой доставки, но и на билет, понятное дело, что 15 часов просто получаем, он у нас есть, это можно не считать за ежедневный. Давайте получаем награду. И самое, вот опять же, здесь реально клево на Аризоне, то, что много маленьких фишек. Например, то, что я выполнил квест, я принес фракции таким образом 25 тысяч. Мне от этого как бы ни тепло, ни холодно, но все равно просто вот так вот да. И вот за то, что выполнил три квеста, дали еще АЗ-шек. Ну, в общем, вы сами видите. Плюс здесь дали ларец премии. Я понимаю, что выгоднее его продать. Ну, знаете, просто не особо люблю заниматься. Лучше открыть и получить вот зловещую монету. Кстати, зловещую монету я продавал за 370 тысяч. И поэтому давайте сейчас уже подводить итоги. Я все-таки попробую отправиться в армию ЛС, потому что остальные мало смысла. Из плюсов, кстати, может быть, сохранится вот здесь 100%. Мне не нужно будет на загрузку отправляться, да. И какие квесты я бы советовал выполнять? Это квест, где нужно отстоять 40 минут на посту, потому что можно совмещать с выполнением отчетика, взаимодействием с заключенными. И то есть ты просто подрубил его, ты делаешь то, что тебе нужно на территории тюрьмы, и тебе идут минуты, и потом тебе бамс, еще ларец премии дается. И также быстро выполняется квест с созданием патрон на складе. А вот доставку патронов я бы делать не советовал, потому что это нудно, муторно. Ты устаешь, тратишь много времени, а выхлоп очень небольшой. И если выбирать между доставкой патрон, то лучше, конечно, через вертолет, хоть это сложнее, потому что ты не знаешь, можно там разгрузить или нет, но в случае чего дастся больше азешек. И поэтому в следующей части мы повысимся до 4 ранга, из-за того, что я делал это неспешно, уже успел смениться лидер, поэтому посмотрим систему повышения, может быть она тоже поменялась. Но насчет квестов, я надеюсь, что ни у кого вопросов не осталось, и те, кто никогда не был в тюрьме строгого режима, тоже, наверное, интересно узнать, а что здесь за квестики, как выполняются и интересно ли, и насколько. Поэтому я всех жду на Аризон РП Яву, вводите ник по регистрации, хэштег промокод Бурбон, и также вступайте в семью, а мы тем временем подлетаем к разгрузке. Давайте просто я нажму на выключение двигателя, хреново, припаркуюсь, и просто я проверю, можно ли разгрузить или нет. О, здесь да, я разгрузил, но и сейчас, если часто, мне не хочется это выполнять. Кстати, нам тоже дали пропуск в тир, хотя бабушка ни копейки. Поэтому большое спасибо за просмотр, друзья, с вами был Бурбон, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, всем пока!